Розы-клаймберы. Плетистые розы – лучший выбор для ландшафтного дизайна для вертикального озеленения. Их с удовольствием используют для украшения участкой любителей и профессионалы. Пышное цветение плетистых роз продолжительное, завораживающее. Выделяя две группы плетистых роз, клаймберы – лазящие плетистые розы, клинбер английского переводится как «лазить», «збираться». И рамблеры – вьющиеся плетистые розы, рамбель, ползти, виться. У рамблеров отмечается обильное цветение, но один раз за сезон и только на побегах прошлых лет. Цветы собраны в соцветия до 20 штатов. Рамблеры имеют гибкие стебли. Обратите внимание, иногда вместо «клаймбер» говорят «климбер». Речь идет об одной и той же группе роз, однако «климбер» – не совсем правильное произношение, но среди садоводов оно уже довольно сильно прижилось. Клаймбер розы – что это такое? Клаймберы – это прямостоячие плетистые розы с крупными цветками, полученные путем склещивания вьющихся роз с чайно-гибридными розами сорта флорибунда. Куст мощный, хорошо ветвящийся. Цветы формируются на всех побегах, в том числе на молодых. Побеги толстые и жесткие, в опоре не нуждается. Плети растут как прямостоячие, затем приобретая поникающую форму под собственной тяжестью. Цветы значительно крупнее, чем у рамблеров. Цветение очень эффектное. Клаймберы растут медленно. Роза клаймберы – описание и уход клаймберы – сильнорослые растения. Куст формируется из крепких побегов, достигающих 5 метров. Цветы достаточно крупные. Роза клаймберы цветут обильно и продолжительно. Первый раз зацветают в июле, повторно в сентябре. Цветы формируются на побегах прошлых лет и текущего года. В соцветиях формируется 3-10 бутонов. Для посадки выбирают солнечное место. Грунт должен быть рыхлым и плодородным. На глинистой почве на дно обязательно насыпают дренаж высотой 15-20 см. На заметку, посадки необходимо мульчировать. Для этого подойдет торф листовой опад опилки. Уход не отличается от других видов роз. В первый год после посадки куст поливают часто, а на следующий сезон полив проводят редко, но обильно. Для оптимального режима увлажнения рекомендуется организовать капельный полив. Правильная обрезка ранней весной производит обрезку. Цветки формируются на основных побегах и цветение на них продолжается почти 5 лет, поэтому их обрезку проводят после 4 лет выращивания. Скелет формируется из одно-четырехлетних побегов, на которых образуются молодые цветущие побеги. Все слабые приросты следует удалять. Важно! В средней полосе России растению требуется укрытие. Начинают пригибать побеги за 3-4 недели до наступления холодов. Делают это постепенно и аккуратно, а в несколько приемов т.к. Клаймбер имеет жесткие плити. Подкармливают розы на второй-третий год выращивания. В течение сезона вносят 4-5 подкормок. Для подкормки подходит перегной, суперфосфат, комплексное удобрение. Обратите внимание, плетистые розы нельзя перекармливать. Это снижает зимостойкость. Сорта культуры. Особую популярность завоевали следующие сорта. Golden Climber Rose, Orange Climber Rose, New Eden Climber Rose, Brot of Life Climber. Rose Compassin Climber Rose. Более подробно стоит рассказать о розе плетистой сортов Orange Climber Golden Climber. Роза Golden Climber Rose была выведена в 1933 году. Побеги достигают 3 метров, размер цветка в диаметре обычно 6-7 сантиметров. Цветы нежно-желтого цвета, с более интенсивно окрашенной сердцевинкой. Зимостойкость и устойчивость к заболеваниям выше средней. Роза Golden Climber Rose, Orange Climber, красиво цветущий, селенорослый, прямо стоячий куст, вырастающий до 2 метров. Листья темно-зеленые. Цветки средние, махровые, светло-оранжевые. Появляется обычно по одному, иногда в кистях по 3-5 штата. Аромат очень насыщенный, пряный. Устойчиво к заболеваниям, требует легкого укрытия на зиму. Обратите внимание, выбор сорта осуществляет с учетом климатических особенностей региона. Основные болезни и вредители культуры. Среди болезней можно отметить бактериальный рак, мучнистая роса, черная пятнистость, серая гниль и ржавчина. При поражении удаляют поврежденные листья, а при необходимости побеги. Использовать химикаты в случае крайней необходимости. Насекомые также неравнодушны к этому растению. Паутинный клещ, трипсы, пилильщик, цикада не прочь обосноваться на плетистых розах. Для борьбы используются специальные препараты. Из народных способов используют настой с табака и мыла, полыни и тысячелистника. Роза плетистая Climb Burr в ландшафтном дизайне великолепно сочетается с малыми и большими архитектурными формами. Они очаровывают своим пышным цветением и ароматом. В России в последние годы розы этого вида постепенно набирают популярность. 00 в от артикле ратинг.